Спасибо, Анжелика, что ты предложила и пригласила меня и таких удивительных людей в нашу группу, что вот за 10 дней, всего лишь за 10 дней мы так подружились, познакомились, и именно в таком формате эта возможность проявилась, потому что, живя даже в одной раньше стране, вот с Наташей, мы даже рядом, город рядом был с моим городом, в одной стране жили мы в Узбекистане, и мы не могли бы ни встретиться, ни познакомиться, а видишь, у тебя на тренинге познакомились. Спасибо большое тебе, да, за твое воодушевление. Конечно же, в первую очередь хочу сказать тебе благодарность, потому что тренинг, он, ну, я сама представлюсь, да, меня зовут Ольга Аванесова, я живу в Краснодаре сейчас, но всю свою жизнь я прожила в Узбекистане, и поэтому у нас в Узбекистане люди очень теплые, открытые такие, жизнерадостные. Это отличие, ну, говорят же, Ташкент город хлебный и радостный, вот так еще прибавило бы, да. Я всю жизнь прожила в Ташкенте, сейчас живу в Краснодаре. Я по профессии психолог, по одной из профессий, и поэтому я знаю, тренинги, они держатся на личности ведущего, то есть ведущего тренера, который ведет. Поэтому, конечно же, в большей степени вот это воодушевление, вот это вот вдохновение, вот настоящий суперджаб, вот эта энергия такая, конечно, исходила в первую очередь от ведущей нашей, от руководителя нашего тренинга, тренера, это Анжелике Ванштейн. Я очень благодарна тебе, и ты, знаешь, это делала очень естественно. Я понимаю, что некоторые упражнения, они были для обыкновенного человека, скажут, что такие простые упражнения, да вообще зачем мне это делать? Ну, то есть могли бы у обывателя вызвать вот такую реакцию. Но так как я сама провожу тренинги и знаю, что это такое, и люблю очень участвовать, и люди тут собрались такие необычные, поэтому мы воспринимали все это как очень хорошую здоровую привычку. Поэтому я считаю, что вот этот вот 10-дневный марафон, он нужен каждому человеку, знающему, не знающему, самому проводящему тренинги, может быть, спортивные тренеры, может быть, обыкновенные люди, пенсионеры, разницы нет. Вы знаете, я по жизни вот так счастливый человек, потому что, ну, как бы выросла в семье долгожителей, вот, и жизнерадостных людей, лидеров. Ну, мне как бы очень повезло. Но очень много же людей, которые родились, но не в таких условиях. Поэтому я считаю, что вот эти вот занятия, вот эти 8 правильных, можно сказать, здоровых привычек, я бы так назвала, уроков, которые Анжелика поделилась, с которыми с нами, они нужны каждому человеку, каждому. Причем я уверена, что нужно этому обучать чуть ли не с первого класса. Вот я думаю даже. Даже еще раньше. То есть надо будущим родителям научиться вообще вот так жить по этим 8 правилам. Они очень необходимы. Тем более в наше время, когда вот этот информационный мир, он захватил буквально, он сильное влияние и сильную зависимость погружает наших детей и нас самим. Вот поэтому все упражнения, начиная с улыбки. Для меня это норма, а для кого-то не норма. Это здорово, если бы все прошли этот курс и стали просто практиковать улыбку. Мир стал бы и добрее, и улыбчивее, и здоровее. Это точно. Ну то, что мыслить позитивно, ну это тоже как просто дважды два, четыре нужно каждому знать, потому что от этого зависит твой успех. И мы, психологи, прикладываем очень много сил и усилий и разрабатываем различные игры, различные тренинги. Лишь бы люди взрослые придя, улыбнулись, посмеялись, посмотрели на себя со стороны, ну как бы признали какие-то свои ошибки, но это не было бы, знаете, как это вот удручающим, не было бы вот так вот негативным. То есть вот следить за такой детокс, позитивный детокс надо, это мучиться. Конечно же, когда происходит такое, это резиночка, ну это простой такой способ, каждый может доступный. Ну пожалуйста, возьмитесь за ум, так скажем, делайте это, и будет вам счастье. Ну будь здоров. Ну конечно, я вспомнила, мне-то уже 69 лет, но я хочу сказать, что я вспомнила, когда мне было 39 лет, я начала практиковать моржевание, вот это все. Это шикарно, это было напоминание. Я сейчас стараюсь каждый день выполнять это упражнение «Будь здоров», или даже иногда по два раза, когда бываю в зале спортивном. Да, два раза даже, вот это вдохновило меня. Самое любимое мое упражнение из всех остальных, все прекрасные упражнения – это аудиотрейд. Это настолько мощный секрет, а Анжелика поделилась таким, ну как бы секретом, я бы так назвала. Потому что многие люди делают хорошие упражнения, типа карту желаний, и даже аффирмации читают, и даже вот как бы стараются шаблонные какие-то, шаблонные какие-то учиться. Но вы понимаете, вот этот вот чужой голос, да, или чужие шаблонные матрицы, да, эти формулировки, они не работают. Потому что мозг очень избирательный, но очень критичный у нас. Но когда это мы говорим своим голосом, да еще голосом таким вдохновляющим, наполненным любовью, это срабатывает только так. Только так. Если, конечно, не сработает в первую неделю, вы не отчаиваетесь, во вторую, в третью. Ну, кому-то надо три недели, 21 день, кому-то месяц, кому-то полгода. Самое главное, как замечательный, известный, знаменитый изобретатель Эдисон, да, он, ну, начиная от тысячи до десяти тысяч разных сделал экспериментов, пока он нам такую замечательную лампочку изобрет. Поэтому, дорогие, продолжайте заниматься. А кто не знает, приходите на замечательный марафон с Анжеликой, вы получите массу удовольствия. Во-первых, потому что это вдохновление, вы получите вдохновение. Во-вторых, от себя получите вдохновение, от других получите вдохновение. Эта программа гарантирует, просто гарантирует вам каждый день хорошее настроение, наполненность. Потом вы будете тренироваться, просто делать комплименты и общаться с другими людьми. Многие люди просто боятся в глаза смотреть, просто боятся что-то сказать доброе. Поэтому добро пожаловать на такой марафон. А еще плюс вы познакомитесь с удивительными людьми, такими замечательными, и расширите свой круг знакомых. И, возможно, эти люди, которые живут в вашем городе, а, может быть, жили когда-то в вашем городе, это вам даст возможность с 10-12 дней познакомиться. Это же великое благо, счастье и подарок. Подарок свыше, подарок от Анжелики. Так что я вам очень рекомендую. Ну и, конечно же, это дисциплинирует ум. И то, что вот это было упражнение информационный детокс, то есть вообще, ну, не слушать неприятную информацию, а вот не поддаваться ею. И Анжелика еще так все, как бы столько информации дает в дополнение, вплоть до мультиков. Вот, и я хотела бы нашим, на нашей команде подарить еще один мультик, я имею в виду, чтобы вы его нашли, он в доступе. Называется «Ох и Ах». И вообще смотреть время от времени его. Он очень позитивный, помимо смешариков. Вот, и он очень позитивный, и он очень классный. Вот, ну так в напоминание, чтобы мы как бы больше радостны были каждый день. Поэтому я желаю всем, и себе, и вам, и Анжелике, и всем, кто будет смотреть наши роли, вот, здоровья, радости, любви и процветания. Спасибо. Спасибо.